Да, Хатень — это священное место для каждого белоруса. Ведь нет такой семьи в нашей стране, кого не затронула бы трагедия военных лет. Это вечное напоминание о преступлениях нацизма, о том, что мы должны беречь наш мир и сохранить историческую правду, передавая будущим поколениям. Такой посыл объединил и участников масштабного автопробега за единую Беларусь. Колонны настоящих патриотов устремились вместо скорби, боли и памяти со всех уголков страны. 628 белорусских деревень и сел разделили судьбу Хатыни. В местах захоронений невинных жертв фашизма останавливались участники пробега. По маршруту памяти проехали и наши корреспонденты. Наступает минута молчания. Спустя 79 лет стертая с лица земли Хатынь незабыта. Трагедия отзывается в сердцах брещан болезненным эхом. Поэтому и старт патриотического автопробега дан на знаковом для всех белорусов месте. Брестская крепость – место, где нога фашизма впервые ступила на белорусскую землю. И кроме защитников Цитадели, чей подвиг известен на весь мир, здесь оказались семьи офицеров. Женщины и дети не могли выбраться из окружения. Тех, кому удалось вырваться из охваченных огнем кварталов, расстреливали на выходе из крепости. Содиака Ранина – одна из участниц автопробега. По словам многодетной мамы, ее особенно тронуло, как в Беларуси берегут мир и историческую память. Война – это очень страшно. И я благодарю Бога, что я живу в Беларуси мирно, спокойно. Я спокойна за своих детей. Бреста до Хатыни приблизительно 450 километров. Мы проводим этот автопробег, чтобы нынешняя молодежь помнила трагедию, которая произошла и не повторялась уже в будущем. Десятки машин, государственная символика и цветы. По пути участники автопробега делали остановки у мемориалов и памятных знаков на месте уничтоженных в годы войны населенных пунктов. Это Шуневка, сестра Хатыни, деревни которой нет на карте Беларуси. Шуневку каратели стерли с лица земли 22 мая 43-го года. На рассвете согнали сельчан в сарай и подожгли. Детей страшно даже представить. Бросали в колодец и закидывали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось единицам. Шуневка – это памятник не только одной деревни, деревни Шуневка, а это память всем тем деревням, которые были сожжены в годы Великой Отечественной войны на территории Докшицкого района. Это 143 деревни, которые были сожжены. Четыре из этих деревень не восстановлены. Очень печальное событие, которое мы сегодня помним. К сожалению, оно есть в нашей истории. И очень знаково то, что в Конституции, в Новой, закреплена статья по сохранению исторической памяти. По инициативе жителей района здесь построили мемориальный комплекс. Сегодня тут снова живые цветы. Память зверски убитых соотечественников, патриоты почтили минутой молчания. В Гомеле колонна отправилась в путь от площади Восстания. Мемориальный комплекс «Ала» – последняя остановка на выезде из региона. Древню немцы оккупировали еще в начале войны. В январе 44-го карательный отряд изжега дома вместе с жителями Дотла. Погибли почти 1800 человек, в том числе 950 детей. Строительство мемориального комплекса на месте деревни стало поистине народным. Это место – святое место, потому что память о том, что было когда-то давно, никогда не должна уходить из наших сердец. И, к счастью, мы это прививаем нашим деткам. Это очень значимое событие, и я считаю, что такие акции, такие автопробеги должны развиваться и оставлять память в наших будущих детях и в наших будущих поколениях. По данным историков, Беларусь в числе наиболее пострадавших от геноцида стран СНГ. Судьбу Хатыни повторили 9 тысяч населенных пунктов. Среди них и деревня Партизанская в пригороде Скиделя. В годы войны она называлась Пузевичи. В июле 43-го года фашисты сожгли около сотни домов и расстреляли почти 500 мирных жителей. Карательную операцию строили после подрыва партизанами немецкого шалона. На рассвете древнюю окружили, людей согняли в сарай, затем выводили по 20 человек и расстреливали на краю ямы. Хатынь – это как именно рецательное. Для меня это крайне важно. И важно то, чтобы не только я, и мои сверстники, люди постарше, но и молодежь понимала и осознавала, что это были за события, какие были предпосылки для их, то, что они произошли. Каждый, кто сегодня участвует в автопробеге, кто сегодня принесет дань памяти, дань уважения, дань скорби в Хатынь и во все деревни, которые были сожжены фашистами, он вносит вклад в мир, в будущее нашей страны и в мирное будущее всей нашей планеты. Борки. Здесь находится самый крупный мемориал Могилевской области. В центре склонившаяся над детской колыбелью мать. Улица сожженных домов, словно застывшая в пепле силуэту людей. Трагедия здесь развернулась в июне 42-го. Операция «Поздам» стала местью партизанам. Из двух тысяч сельчан в живых тогда остались всего 38 человек. Были сожжены и расстреляны женщины и дети. Просто ни в чем не повинные люди были убиты и также сожжены в своих домах. Молодежь это знает, молодежь будет это помнить. И мы должны сделать все, чтобы такого не происходило на территории нашей страны вновь. Очень хорошо, когда просыпаешься, утром светит солнце и думаешь о том, что мы живем в мирной стране и о том, что наше руководство страны делает все для того, чтобы этот мир сохранить. А сегодня это особенно ценно. Чтобы всем вместе прибыть в Хатынь, колонны со всех регионов съехались у Кургана Славы. Знаковое место. Рукотворный памятник, который воздвигли в честь Великой Победы. У подножия холма высотой 35 метров и земля городов-героев СССР. К созданию ансамбля присоединились и тысячи простых людей. Привезли по горсти земли из пострадавших от войны населенных пунктов. На вершине Кургана Славы скульптурная композиция из четырех штыков. Они символизируют фронт, сражавшийся за освобождение Беларуси. Мы должны свою историю помнить, учить, вот на примере молодых. Правильно ее понимать, чтобы в последующем не допускать таких ужасных событий, которые происходили на нашей земле. Хотелось бы, чтобы все об этом помнили, не забывали каждый год, чтобы это не повторилось, чтобы дети об этом знали, чтобы все видели, что народ помнит. Патриотические проекты, митинги, мемориалы – все это для белорусов не только память. Надежда, что страшные события больше никогда не повторятся на нашей земле. И в своих ценностях мы едины. Мария Тройнич и команда агентства «Тиль новостей». Ну и-нароли